В океане все отлично. Идет постепенная очистка водной глади, при весне возвращаются чайки, а ну еще в раф добавили сюжет. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут... а впрочем и не важно. Два года назад я на канале выпустил ролик, посвященный рафту, где поверхностно прошелся по игре, ее основам и сюжету. Хотя, как такового сюжета тогда еще не было, а семена для него брошены были. И вот они дают плоды. Разрабы рафта RedBit Interactive еще прошлой осенью добавили некое дополнение, большое дополнение, которое назвали первая глава. В ней они не только расширили геймплей, внутренние игровые возможности, даже саму концепцию, но самое главное, они внесли скелет игре, сюжет. Маломайскими шагами, но все же. Те, кто не смотрел первое видео по рафту, освежите память, ибо сегодня начинаем ряд выпусков по расследованию в этой игре. Ну, наверное, даже рядовой новичок задавался вопросом, а че это везде вода, плавает мусор и откуда взялся плод? Но, это лишь вершина айсберга. Все куда сложнее. Начнем с того, что в самом начале игры ни о какой-либо катсцене речи не идет. Ни предыстория, ни какие-либо вступительные титры, если в том же Форресте была хорошо спродюсированная катсцена, а Злон Дарк вовсе прилагает себя как кинцо, то раф начинается как-то недосказанно, спокойно. И знаете, как-то просто. В такой тихой и неволнующей обстановке очень легко привыкать к игре. Однако, у нее есть дневник. И вот, что тут сказано. «Плод твой дом, крюк твой друг». Звучит немного обещающе. И как-то необычно, не считаете? Далее чисто советы по игре. «Не ты первый, не ты последний», избитая фраза. И тут «Мир пропал, но остались истории». То есть, с самого начала нам говорят, что о никаком большом месте скопления людей речи идти не может. Человечество погибло, затонуло, и лишь вот такие доходяги на куске понтона, как мы, остались дрейфовать в бесконечном океане с мусором. И тут фотка. «Увидимся на суше, сестренка». То есть, главный персонаж уже был где-то до начала игры. Он оставил свою семью, видать, тоже на плоте, а сам ушел в море, чтобы искать историй? Звучит абсурдно. Ну ладно, идем дальше. Сюжет не начнется без кое-чего. Нас все же запрягают сделать кое-что, и это кое-что радиоприемник, ибо эта хрень и есть подвижник сюжета. Без него никакой истории вы и думать не смеете. Но и без него можно словить пару интересных мелочей. Например, опустевшие плоты и небольшие куски суши. Брошенные плоты явно дают право считать, что мы не одни. По крайней мере, не одни были. А вот на островах даже встречаются упавшие самолеты, или совершившие экстренную остановку судна. Такие острова, кстати, называют остров Капитана, но кроме лута в них ничего нет. Как и в потайных убежищах, некогда живших тут, выживших. Живших, выживших. Ну, короче, цепляем мы радиоволны с некой вышки, причем в дневнике появляются заметки. И тут разрабы начинают обваливать на нас сюжет и прочие факты. Например, на радиовышке этой кто-то был. На стенные надписи не появляются сами собой. Взял лодку. Хочу вернуться. Робби, лодка уплыла. Гадкая акула не покидает меня. Оставайся здесь, пока я не найду выхода отсюда. Майкл. Кстати, акулу тут всячески упоминают. Ее зовут Брюс, как и акул из «В поисках Немо». Но не это главное. Основное тут разбросанные записки. Каждую читать не буду, выделю основные моменты, чтобы не тратить ваше времени. Ну и попробуем связать все это. В первой записке от 12 декабря некто неизвестный пишет о группе людей, которые якобы имеют специальные позывные, дабы не разглашать свои настоящие имена, ибо работают над засекреченным испытательным проектом. Эта группа занимается эксплуатацией реакторов, каких пока не ясно, но ясно то, что таких групп несколько. Например, команда Северного полюса или китайская команда. Член команды с позывным «Филинс» сообщал о поломке в системе охлаждения. Однако, команда не обратила на это внимание, заславшись на сухое местоположение их реактора. Записка 1 завершена. Пока мало понятно, что происходит. Во второй записке не очень утешительные записи, честно сказать. В общем, произошел взрыв, однако про взрыв ничего не сказано. Запись, видимо, велась уже после взрыва. Тут сказано, что в результате теплового взрыва 12, 16 и 8 реакторы отказали. Топливные стержни попали в мировой океан, чем способствовали увеличению парникового эффекта и таянию льдов. Девушка, позывной «Синица», видимо, выполняет роль дозиметра. А еще говорит, что реакторы также используются в неких убежищах. И что именно они спасут планету. По крайней мере, то, что от нее останется. Далее, в феврале, в команде происходит разлад. Некий Рен доносит до главного командования инфу о том, что наши испытатели умышленно задерживают работу реакторов. И в наказании они изъяли эксплуатируемые реакторы и в придачу «Синицу». Команда потеряла нужного человека, ибо лишь она одна знала, как заставить реакторы вновь работать правильно. Некие неизвестные, видимо, из главного командования, подорвали их станцию. Рассказчик же, его друг Филин, приняли решение плыть за «Синицей», хотя догнать их шансов почти не оставалось. Третья заключительная записка повествует о том, что поломанная моторная лодка с нашими выжившими добралась до этой самой радиовышки. Некие неизвестные вместе с реакторами и похищенной «Синицей» двигались на Селену, кажется, название еще одной станции. Выживший пишет, что оставляет записку на самой вершине рубки, чтобы при потопе ее смыло в последнюю очередь. Тут также написано что-то типа признания, что именно благодаря этой команде неких испытателей произошло все это. И чтобы исправить ситуацию, они решаются плыть к другим станциям, дабы отключить до сих пор пылающие от взрыва 12 и 24 реакторы, которые выбрасывают тонны тепла в атмосферу, увеличивая масштабы таяния льдов. Из этой же записки мы узнаем, что автором настенных надписей был этот же самый рассказчик, позывной «Сокол», а значит «Майк». Выходит, что мы имеем? В мире велись испытания. Проводились масштабные эксперименты, причем по всему земному шару, от северного и до южного полюса. Неизвестно, что за испытания велись, однако применялись ядерные реакторы, причем их было несколько десятков. В распоряжении нашей же группы, группы испытателей, буду называть их так, находились реактор номер 12, 16, 8 и 24. Группа состояла из сокола, филина, рена и синицы. Последняя же шарила в реакторах больше остальных и была ценным кадром. Также неизвестно, кем все эти эксперименты спонсировались и велись, раз эти самые неизвестные способны были от одного только желания изымать действующие реакторы и даже людей. Значит, у этих самых неизвестных есть в распоряжении транспорт, оружие, а самое главное, подчиняемые люди. Что хотелось бы подметить, записи ведутся уже после апокалипсиса, то есть не из-за этих случаев произошел весь этот лютый трындец, который способствовал таянию льдов. Это лишь усугубило ситуацию после. Все же, я считаю как, кое-что случилось, что именно нам пока неизвестно. И вот после этого кое-чего начался потоп. И только тогда были приняты решения, что мол эти реакторы помогут спасти планету. А оно вон как вышло. Немного не подрасчитали. Знаете, мне все это напоминает сериал «Корабль». Там тоже произошел взрыв какого-то реактора, все к чертям затопилось, и там группа людей из 30 человек плывет на корабле в поисках суши и выжившей. Я, конечно, не жду от рафта встречи с испанскими призраками и космонавтами с МКС, но надежда умирает последней, как говорится. Умирает последней. Решил я по новой обойти радиовышку, вдруг че пропустил. Оказалось, да. К моему удивлению была четвертая записка. Но она, на первый взгляд, это просто очерки сообщений с черного ящика. Но все намного сложнее, чем кажется. Испытателями был получен сигнал бедствия, позже установленный с Малайского архипелага. Происходят странные вещи. Мелькают диалоги на Малайском, выстрелы. С чего-то упоминается полинзийский бог моря Тангароа. Сообщения заканчиваются на путьстве Майку, чтоб тот плыл на Бальбоа, место, которое еще не успело затонуть. Пока плыл по новым координатам, прошлась идея, а не мы ли тот самый Майк? Да нет, думаю я. Мы просто идем по следам некогда бывших тут испытателей. Однако, все мои мысли тут же разбились. Ведь координаты указали на... Лайнер. Лайнер. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»!